Мир тебе, сестра Мира Расскажи, пожалуйста Сейчас, погоди Я вырежу потом Господи, помоги Успокой этого Господи, чтобы она прошла Без запиночки По твоему благословению будет Господи, аминь Это музыка Мир тебе, сестра Расскажи, пожалуйста Как ты к Богу пришла? У тебя такая уникальная история Я принимаю Ну, какая уникальная Господь нашел меня, слава Богу В общем, с детства как-то Мама говорила, что Бог есть И бойся грешить говорила, да И я вот как-то Ну, ни молитв, ничего не знала Видела, что мама иногда сидит Вижу ее Вот И всегда Что-нибудь Надо сделать Я говорю Не дай Бог не получится Или Не дай Бог, чтобы так не было Вот так у меня всегда Это молитва моя была Вот так Господь меня Вел как-то по-своему По-своему Ну и что Все равно Мы были Как говорят Грязными Неомытыми У тебя семья Неверующая была? Ну да Бабушки Детские какие-то Может быть Моления Происпочтение Наши из мусульман Так что Ну вот Такая вера была Ну и то Ни папа, никто Ни в мечеть не ходили Никто Но мама только вот читала Она По-своему Как-то молитвы Вот Замуж вышла И в России Когда мы жили Там мне свидетели Иеговы принесли Брошюрки И я стала их Просматривать И говорю А что их все не любят Ничего плохого Не написано Вот так вот Ну и все Потом уже Мы когда в Казахстан Переехали Здесь Мы опять Свидетели Много здесь ходят Ходила в то время Сейчас не ходят Опять И вот Они мне предложили Поизучать Я согласилась Сколько лет было тогда Тридцать пять Нет Тридцать шесть лет было Вот Они мне пришли Мы с ними Поизучали Когда закончили изучение Они мне сразу предложили Покреститься Я говорю Ой нет Я еще грешная Не могу Потом Мы переехали В село Под Алматы Здесь Нету свидетелей Никто меня Не ищет Зато у меня Духовная пища Голод начался Ну и мы поехали В одно место В другое место Искали Все Ну далековато было Опять я как бы Дома сижу Потом опять Они мне обнаружили Свидетели Никто Никто ко мне не подходил Кроме свидетелей Яговы И я опять С ними стала Уже у нас в селе Оказывается Было их собрание Зал царства Так называемое Вот Я туда Три года ходила И готовилась Прямо Я жаждалась Проповедовала Прямо С большой охотой Но опять Перед крещением Бог не дал мне Покреститься Я опять ушла Вот Господь Так распорядился Что Не здесь Твое место Опять меня Духовная жажда Это Прямо Мучает Ну хорошо Уже интернет Был И все Я искала Нашла Апологетов Каких-то Американских И вот Их смотрела Мне было интересно Они И в один Прекрасный момент Они говорят Переходим В православие Написали Под роликом Переходим В православие Я говорю Как так Выдала поклонство Ой-ой-ой И слушаю их Они Так мельком Как-то сказали Про Игнатия Лапкина Ну думаю Кто же это такой Игнатий Лапкин Который Их вот так Соблазнил Ну и сама Открыла Нашла его Сразу Игнатий написал Лапкин И все Сразу мне Открылись Его беседы А тогда Такие беседы Были Вот любящим Слово Божье Эти беседы Были Прям Сокровищем И я В них Пропала Все Мне ничего не надо Никуда не захожу Я беседы С утра до вечера Слушаю Сделаю домашние дела И тут Муж возмущался Конечно Говорит Ты что Опять с любимым Своим сидишь Я говорю Да В каком году Это было Сейчас скажу Ну уже 2000 В каком-то году То ли 13 А ты скажи С какого ты города С какого ты города И сколько тебе сейчас лет Я из-под Алматы Вот Мне сейчас 60 лет Слава Богу Вот Ну и так Я нашла Игнатия Тихоновича Я на его Пастбище Послась Слово Беседы Проповеди Все слушала И мне Мне так Захотелось С ним Пообщаться Я помолилась Господи Помоги мне Включаю Звонок Ему даю Он сразу Принимает Вот так Мы с ним Познакомились Воочию Господь Благословляет Слава Богу Потом мне Захотелось Поехать К нему Он сказал Что вот Заболел И я думаю Ой-ой-ой А если я его Вживую Не увижу То Потом Не простится Это Сама себя Не прощу Ну съездила Слава Богу Все хорошо Было как раз 20-летие Как они Крестовоздвиженскую Церковь Основали В Барнауле С митрополитом Мы пообщались Благословилась Я Вот Меня по церквам Повозили Показали Все Сестры Ко мне Все хорошо Отнеслись Благодарение Господу И так Мы в чате Стали общаться Что? Вспомни Своё детство Вот в детстве Как Господь Тебя касался Может быть Какие-то были Встречи Может быть Чудеса Вот как Ты чувствовал Вот эту руку Божью Ну как Я же Ты говорила Что Был страх Какой-то Мама сказала Что грешить Бойся Все Ну я говорю Что тогда Чем-нибудь Занимаешься Или даже Экзамены Сдавать Не дай бог Не сдам Не дай бог Плохо сдам И вот так Это не дай бог У меня По жизни Сопровождала Как молитва Моя была Наверное Так Ну Вы Как там Мусульмане Как говорят Номинальные Да были То есть Не Номинальные Никакие Были Ну и вот Когда я Игнатием Тихоновичем Познакомилась Я поняла Что надо Молиться Утром Вечером Утренние Вечерние Правила Исполнять И все Я говорю Как же так Игнатий Тихонович Это же Первая наша Беседа Это же Идолопоклонство А он Мне Говорит Открывай Библию Вот на том Месте Я читаю Своими Глазами Увидела Что это Не идолопоклонство Ай-яй-яй Мы Вот Вот так Я открыла Себе Истину Ты со Свидетелями Это получается Достаточно Долго Да Да Это Сколько Примерно Лет Три раза Я к ним Был у меня Подход к ним И Ну в течение Десяти лет Я вот так Вот Шла Там какая-то Община была Или как Организация У них Собрание Все А вот этот Дом царства Да Зал царства Зал царства Ну расскажи Немножко о них Что там Вот у них Какая организация И как они Вообще Привлекают К себе Людей Ну как они Привлекают Они Как известно Проповедовали По двое У них Прямо Все Назначаются На собрание Кто С кем Пойдет Соглашение Ну давай Я с тобой Пойду Давай И часы Отчеты Мы сдавали Сколько часов Проповедовали Мне очень Нравилось Проповедовать Люди Любящие Бога По Егову Вот Библию Да Вот 66 книг Читали Было тогда В то время Еще Да Когда я Только начала Книг Ходить Они мне Подарили Павского Перевода А потом Они уже Новый мир Создали И действительно У них Старожевая башня И пробудись На первом месте Занятия Проходят По Старожевой башне Ссылки Там даются В Библию Открываем Значит Читаем В Библии Эти стихи А так Чтобы всю Читать Не было Поэтому Мимо них Проходит Истина Настоящее Слово Божье Они все Не читают А что такое Старожевая башня Журналы За границей Они эти журналы Специально Обрабатывают Чтобы Только нужная Информация Составляют Там все Как надо И вы по ним Учились Да Учение Свидетелей Через Старожевую башню А в Библию Они заглядывают Только сноски Ссылки Открывают И все А что тебе там нравилось Почему ты туда пошла Пошла Я Бога возлюбила Вот почему я пошла Духовная пища Мне нужна была И проповедь Вот эта Меня привлекала Очень сильно Когда я от них Отошла Мне проповеди Не хватало Вот Я сидела В обсуждении В комментарии Там давала Вот так вот Но вообще На православие Ты смотрела раньше То есть ходила Может заходила В храм Там как-то Я проработала Немножко В приюте При церкви И Я там с детишками В храм заходила И сама так оглядываюсь О И дала поклонство Вот я пошла Куда Ой-ой-ой Вот так вот Я там недолго Поработала Вышла оттуда Мне не хотелось Выдала поклон На церкви быть Вот так вот Ушла я Заходить туда Не хотелось Мне Потому что Я верила Что это Действительно И дала поклон А еще до того Как ты Встретилась Со свидетелями Вот у тебя В православной церкви Как-нибудь там Тянула Не тянула Или наоборот Никак И мечети И мечети Тоже тебя не привлекали Прежде чем Да Я вот как Даже к свидетелям Еще не пришла Первый раз Когда я изучила С ними И я думаю Ну все же Я же по роду Мусульманка Я Нашла Коран На русском языке И я его Не могла читать Это очень тяжело Там Что-то коровы И все такое Нет Я не могла Думаю Ну при чем тут Бог и коровы Не стала я читать Отложила Не могла Потом другую Я нашла Коран А там вкратце Библия Новый Завет Вкратце Вот такими абзацами Там Пару стихов И все Я говорю Что-то опять не то И когда я Со свидетелями Стали вот так Давайте будем изучать Библию У них был Маленькая Книженца И по нему Мы изучали Опять же И открывали Библию В нужных местах Вот так я уверовала В Ягову То есть ты полностью Библию не читала Да? Нет А у них Она испорчена Нет Такого не было Еще тогда А потом Они Новый мир Издание Пришло к ним Своя Библия Перевод Перевод Да Нового мира Я говорю А что Вот почему А они говорят Ну здесь На более понятном языке Вот так вот У меня дома лежит Эта Библия Иеговская Как свидетель Я тоже Я долго не выкидывала Потому что я Начала Когда мне Игнатий Тихонович Сказал Что вот так И так Что православие Истина Я сама уже Поняла это Стала Открывать Они-то Меня не оставляли Я открываю Нашу Библию Православную И их Новый перевод И вот Даже стихов Некоторых не было Вот И искажение Сильное Существенное Искажение Я находила Я говорю Ну как же так Я им говорила А почему вас Ну для того Чтобы понять Я говорю Ну чего Непонятного В Павского Вы же занимались Этой Библией Как же так Вот эти сомнения Уже После того Как я вышла Сомнения все Вот эти Все у меня отошло И я говорю Не надо ко мне приходить Я приняла Православие Слава Богу Женщина Тверда Молодец А Игнатию Тихоновичу Говорю Что мне теперь делать Игнатию Тихоновичу Он говорит Иди Есть церковь Я говорю Есть Иди туда Поговори с батюшкой Скажи Так и так Десятину плати Я с батюшкой Я говорю Десятину буду платить Только все таинства Сделайте мне Чтоб я не платила Это Симония Он согласился Он тебя слушал Да Ну да А это в каком году Ты покрестилась В пятнадцатом А Игнатий Тихонович Приглашал меня В потеряйку Покреститься Я уж собралась Чемодан И все Белье Начну Сорочку Сшила Купальню Все Все Приготовила Длинные юбки Платки Все Но Мама заболела Я думаю Сначала к маме Заеду А мама там Сильно заболела И в больнице Я с ней лежала И ухаживала Так Потом Игнатий Тихонович Написал Не получается У меня приехать Вот И приехала я Батюшке Я позвонила Оттуда С татарей Я говорю Батюшка Вот так Ситуация такая Я говорю Не смогла В потеряйку Вы сможете Меня покреститься В полном погружении Он как смогу Приезжайте Все Я вернулась Домой И А до того Я 7 месяцев Ходила В храм Только на вечерние службы Он мне сказал Батюшка сказал Ходите только на вечерние службы Это как Оглашение У тебя было Такое А еще Расскажи Вот В чем Принципиально Вот эти различия У Иегов У свидетелей Иегов И в православии То есть прям вот сильные такие У них Большие различия А вот расскажи Первым долгом Это истина В церкви Где есть священство Вот Все таинства 7 таинств церковных Все это в церкви есть А там нету ничего этого Ну это Как бы во всех сектах А вот чем свидетели Отличаются от других сект У нас в православии Исповедь есть Которая нас очищает Через руками священников Вот И причастие У них есть причастие Один раз в год Это не причастие А Как у них называется Вечери Вечери Вот они приглашают Много людей Гостей Все И у них Проносится этот фужер С вином И Хлеб Пресная лепешка Тоненькая такая Как у евреев пекут Вот она только в тарелочке Переносится Через каждые руки И все И один единственный человек У них Свидетель Иговы Был Дядя Миша Только он Отламывал И вино Выпивал Глоточек Вот так вот Один единственный А они говорят Ну это его грех Он сам за него ответит Грех даже Ну что себе Ну они вот креста Они признают Да У них На столбе Переливания Нельзя Да Вот эти вот Какие у них там Переливанием Я согласна Знаешь Я была на операции Ведь много людей Через переливание Заражаются Очень много И спит И всякие Желтухи Вот эти Очень много Заражений И я когда Пошла На операцию Я говорю Мне только Не надо Переливание Крови А вы что Свидетели Я говорю Нет Я еще не Свидетель Но я уже Знаю Что нельзя Они говорят Хорошо У нас есть Состав Я говорю Да у вас Есть состав Химический Очень похожий На состав Крови Все И у меня Операция прошла Я чистая Я не Не заразилась Ничем Вот так Все Бог Ну дальше Ты покрестилась В 15 Родине Батюшка Меня хотел Повезти У нас Покровский Храм А потом Говорит А что я Мучаюсь Летом Покрестимся В бассейне У нас У него Маленький Бассейн Специально Бабтистерии У нас же Лето жарко И он согрелся И со мной Захотела Младшая Дочь моя Покреститься Вот сама Захотела И все И внуки Мои Двое внуков Сына Дети Мы вчетвером Покрестились Слава Богу А вообще Батюшка Только для вас Вот это крещение Устроил Или он Других Нет Только для нас И всех Кресит Так же Прызганием Там Окроплением Ну да Это Божье Подосмотрение Об этом Разговаривал И о лавке В храме Я говорю Батюшка Ну как же вы так Говорю Вот это же Симония Он говорит Ну если я вынесу Его в ограду Туда То говорит У меня Вообще Ничего не будет Говорит Я говорю Пусть Десяти на десяти Не говорите Нет Он улыбается Просто Не говорит Нет Но он просто Улыбается Батюшка Русский? Да Батюшки У нас русские У нас трое батюшек Служат попеременно У вас много церквей православных в городе? В городе много Много Да А у нас Одно Один храм Так что Маленький храм Такой уютненький Хороший У вас небольшой городок У нас село небольшое Да Ну хотя знаешь Численность большая Очень Вот эти вот Из Китая Из Монголии Из Узбекистана Много Казахов вернулись У нас очень много людей Стало Расширяется Как на тебя казахи смотрели Когда ты Покрестилась Православие ушло Или им все равно? Они на меня смотрят А я что? А когда я вот Свидетельствовала Проповедь ходила Сосвидетельствовала Они удивлялись Да Ты как? Я говорю Вот так Меня Бог так ведет Ну то есть там Мусульмане Они такие Да Нелютые Да Нелютые А потому что Они сами никакие Неверующие То есть туда бы Проповедников Миссионеров Да По два Запустите Я пришла В православие Батюшке Говорю Батюшка Я так скучаю По проповедям Пойдемте Проповедовать Батюшка Пойдемте В храме Говорит Проповедь Ну да В конце службы Говорят Да Он не хочет Сказать О нет У нас так Не делается Мы Говорят Мы Никого Насильно Не тянем Мы ждем Когда к нам Придут Ну и ждите Сидите Однажды Девушка Я услышал Что она вот Новичок Она только Покрестилась И я говорю А ты Библию читаешь Она говорит Нет Батюшка Не благословил Я говорю Зачем Батюшке Надо благословение На Библию Это Слово Божье Вот так Лютые волки Слово Божье Скажи Как твоя жизнь Изменилась Вот После крещения После всего Изменилась Сильно Я же говорю Я Стала носить Длинные Юбки Ой Я такая была Модница А тут Меня никто Не узнает А я здороваюсь Ой Тетя Райхан Вы что Такая стали Ты себе Имя Рахиль Сама выбрала Да И дочкам Посоветовала Я говорю Давайте Ветхозаветные Вот такие Библейские Говорю Есть имена Они согласились Они же Редкие Дочка с тобой Ходит В храм Нет А старшие Ходит Она Детей Приезжает Иногда Она В городе Живет Но она Приходит К нам И десятину Дает Муж Покрестился И муж Десятину Дает Муж Вообще Он не пропускает Ни одной службы Читает Библию Бу-бу-бу Бу-бу-бу Вслух Так еще Вот скажи Когда Он же не сразу Обратился Как вот он Вообще Воспринимал Все твое Уверование Все твои Вот эти Вот Он никогда Не был против Он вот Когда со свидетелями Ягова Я была Он меня возил На собрание Всегда Ни в чем Никогда Не отказывал И сюда В храм Тоже Он меня Возил Возил А потом Ну мы На базаре Были Он говорит Пойдем Я что-то Покажу Он мне Показывает Скутер На электрических Батареях Я говорю И что Он говорит Хочешь такой Ездить будешь В храм Я говорю Ой хочу Ну вот так Вот он мне Купил скутер Интересно Ну ты любишь Да Он зимой Правда Стоит Я на нем Не езжу Так Мы с ним Сейчас ездим Слава Богу За все Вот так Живем Слава Богу Молимся Утренне Вечернее Правило Он тоже Соблюдает Всегда А это тут Чат у нас Есть Подпитка Наша Хорошая Ну расскажи О чудесах же Господь тебе Чудеса Посылал Посылал Особенно Сильное Чудо Это я Когда Сын Мой Пропал Вот и все В Москву Уехал И нету От него Никакой Весточки И звоним Ему И ничего Нету Уже Два Месяца Прошло А потом И подали В розыск И мне Сообщили Что нашли Его Вот он Там-то Там-то Живет Его же Не просто Так Нашли Ты Сначала Какие-то Действия Предприняла К Нашим Братьям Обратилась Чтобы Молились И потом Его Сообщили В общем Вот в Палашихе Он находится А адрес Не сказали Ничего Ты в чат Написала Братья и сестры Молитесь Игнать Тихонович Просила молиться И мы все Начали молиться И после этого Он у тебя Объявился Правильно? Да Он объявился И говорит Мама Не теряй меня Ты что Я маленький что ли? Он меня так Сюда поругал А Ты Отдушай Что они молятся Да? И потом Я Игнатия Тихоновичу Пишу Я говорю Игнатий Тихонович Я хочу Поехать к нему Можно или нет? Как вы скажете? Он говорит Едь Если Хочется Едь Мы будем молиться Ну что Я поехала Адрес то есть? Я говорю Нету адреса И опять В чате Все молятся Чтобы я нашла Чтобы все Благополучно получилось Я с этой молитвой Как на крыльях Полетела Я не боялась Ни самолета Ничего Что там грохнется Бывает же случай Да? Я так полетела Все Приехала В этот же день Я рано утром Приехала туда В этот же день Я сделала фотографию его Так большую Через Это сканированное Или что там В общем Там же в Москве Цветную сделала Вот так ходила А еще такие наклеивала На столбах Еще сына И в общем вечером Прихожу Думаю И вот что-то у меня Такое в голову Завтра найдется Я сразу так успокоилась Вот Бог такой знак дал мне Что все Завтра найдется Не переживай Я так сразу Облегченно Радостно Вот Что значит Делает вера Да? Да И молитва Да Вера Молитва Наше сообщество И в общем На следующее утро Я в 11 часов Пошла к магазину Там сказали Что он здесь Бывает часто Я пошла И стою там А одна женщина Посочувствовала Ой пойдемте Может вот там И там И я пошла С ней И вдруг Мама Мама Кричит за мной Следом Я поворачиваю Сын мой Мама Мне сказали Что ты здесь стоишь Ты что? Я Я тебя нашла Я же сказала Приеду Так С помощью Братьев и сестер А ты куда приехала-то? Ты в Москву? В Машиху приехала В опорный пункт Пошла Они мне не сказали Ничего А тебе только район Да? Обозначили И ты сюда приехала Ну и этот В опорный пункт В Машихе я пошла И это был мой вот Пункт Где вот Поблизости Там оказывается Рядом Базарчик такой бывает В воскресные дни Ну туда пошла Ну вот Бог вел Именно в этих местах Он крутился Да Это чудо, конечно Ну и готов Большая А вот именно В это место Я попала Ну вот Как не сказать Что это чудо И он пришел к тебе И что потом Он остался там Ты просто уехала, да? Ты едь Уезжай А то Я остановилась Вот это Как их называется? Хостел Хостел Хостел, да Он говорит Мама, здесь бывают эти Как ее называть? Чесотка там Заразишься Или в шаме Говорит Лучше уезжай Зачем тебе это надо? Ну ты увидишь Давай Увиделись И все Уезжай Я не поеду никуда Ты что? Мне здесь нравится Так я уехала А он Я говорю А у тебя есть же Евангелие? Новый Завет Я тебе давала Маленький такой Он говорит Есть, мама Я говорю Читай, пожалуйста Ну потом Он мне как-то звонил Мама Я нет Нет Да, заглядываю В это Евангелие Я говорю Читай, читай Старайся ежедневно Ну вот Вот такие дела Слава Христу Слава Богу Да, за все Вот такая мощная поддержка была Муж Как-то решил Принять крещение Он же В 20-м году Да, крестился? Летом Покрестился Ты его Уговорила Или он сам? Я не уговорила Он же видит Какая я стала Как, чего Я уже такая женщина была Как раньше я Не скандалю Не кричу Одеваюсь по-другому Я в платке День и ночь Молюсь Он видит Как я молюсь Земными поклонами Молюсь Все И вот он тоже Видимо Это его И читаю я Писание Слышит Вот у меня на столе Всегда Писание Новый Завет Игнатия Тихоновича Я постоянно читаю Значит И постоянно У нас молитвы И он видит Это все И Говорит Дочка старшая Говорит Мама Мы хотим Креститься Он говорит И я тоже Хочу креститься Я говорю Слава Богу С батюшкой Пошла Договорилась Опять нас Их в бассейне Покрестили И Все Четверо Опять четверо Муж Дочь старшая И ее двое Детей Слава Богу За все Там плодоносишь Мне говорят Как ты так Как ты так Я говорю Да я много лет уже Сама уверовала Как и Ну и семья моя Смотрит на меня Как Всем пример Я в доме Своем Ты в храм В двух платках Ходишь Да Но Иногда Летом Я Жаркая такая Мне не до двух платков Но и зимой Я тоже У меня По причине Я в двух платках Мне все жарко В жарке дает Сильно все А так-то Стараюсь Как могу Слава Богу Слава Богу Да Лена у меня Не сдохла Зарейка Ну Благодарю тебя Рахиль Райхан Дорогая За твое свидетельство Благослови тебя И твою семью Господь Слава Христу Будем молиться Наша жизнь Пусть будет Свидетельством За то что Господь нас Искупил от греха На кресте Голгоском Слава Ему За все Аминь С Богом С Богом Слава Богу Продолжение следует...